Традиционно торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, не укладываются в календарь. Начинаются задолго до 9 мая и продолжаются после. Так, накануне в библиотеке номер 2, расположенной на Карломарса 186, состоялось переуроченное к Великому празднику вручение паспортов юным магнитогорцам. Участие в церемонии приняли генеральный директор ПАО ММК Павел Шиляев и начальнику МВД России по городу Магнитогорску Константин Казицын. Еще до начала встречи стало понятно, это вручение первых официальных документов ребята запомнят надолго. Давно уже нет ни широких штанин, ни серпаста молоткастой книжицы, а виновники торжества вряд ли пока учили самое известное стихотворение Маяковского. Но через почти столетия и до них дойдет глубинность и искренность строк про дубликатом бесценного груза. На нынешних документах крапового цвета двуглавый орел, бонусом к паспорту будет текст Конституции. А на память о знаковом событии – общее фото. Произойдет это чуть позже, пока в соседнем зале готовится выставка оружия. Здесь и современные образцы, и легендарные трехлинейки смотрятся особенно изящно в контексте книгохранилища. Тем временем все ждут главного момента, ради чего собственно и собрались. Настрой патриотический – песни военные. Такая у нас родина, где главный праздник – пропобеду самой большой и страшной в истории человечества войне. А женское имя «Катюша» – это название гвардейского миномета. Выходила на рек Катюша, на высокий берег, на крутое. У вас сегодня очень важный в жизни день. Вы стали почти взрослыми людьми, гражданами, полноценными гражданами Российской Федерации. Вам получают паспорта. И это очень здорово, что это важное событие в вашей жизни, по-настоящему важно, оно приходится на вот эти майские дни, когда вся страна отмечает праздник Великой Победы. Мне кажется, это добавляет действительно торжества в это событие, в этот момент. И, я уверен, должно вам добавлять в целом гордости за ту великую страну, в которой вы живете, и гражданами, да, полноценными гражданами, которые вот вы сегодня с ручением паспорта становитесь. О гордости и сопричастности к Великой стране, гражданами которой через пару минут станут мальчишки и девчонки, говорил и второй официальный гость церемонии – начальник городской полиции, полковник Константин Казицын. Это ваш первый документ, самостоятельный документ, который вы будете показывать. Я считаю, что, я думаю, что надо гордиться тем, что вы являетесь россиянинами, что вы являетесь гражданами Российской Федерации, огромной страны, с большой, великой историей, с большой, великой судьбой. У вас, это ваш первый, первый, еще раз повторюсь, настоящий документ. Весомым дополнением к документу во время вручения стал текст Конституции нашей страны. Не забыли напомнить новым гражданам, что вместе с паспортом они получают и громадный спектр ответственностей, в том числе обязанность исполнить воинский долг. Пройдет всего 4 года, и многие из пацанов, сейчас получающих паспорт, заменят его военным билетом. И по-настоящему узнают, насколько тяжел автомат Калашникова. Игорь Гурьянов, Александр Макаров, телекомпания ТВИ. Спасибо. Спасибо.